Диагональ прямоугольного параллепипеда равна корню из двух и образует углы в 30, 30 и 45 градусов с плоскостями грани параллепипеда. Найдите объем параллепипеда. Мы уже говорили, что такое угол между прямой и плоскостью. Это угол между прямой и ее проекцией на данную плоскость. Давайте мы обозначим все вершины данного параллепипеда. Нам будет намного проще. Диагональ у нас обозначена BD1, а ее проекция на нижнее основание – это отрезок BD. И пусть диагональ образует угол в 45 градусов именно с нижним основанием. Мы можем рассмотреть прямоугольный треугольник BDD1. И получим, что BD равно BD1 умножить на синус 45 градусов. И получаем, что корень из двух на корень из двух пополам равно одному. Итак, мы нашли BD. А что такое BD? A, BD – это высота нашего параллепипеда. А теперь сделаем то же самое с другими гранями и проекциями диагонали на эти грани. Рассмотрим прямоугольный треугольник A1BD1. И находим, что A1D1 равно BD1 умножить на синус 30 градусов. И получаем корень из двух на два. А что такое A1D1? А это ширина нашего параллепипеда. И аналогично мы находим C1D1 длину параллепипеда. Это тоже корень из двух на два. И теперь мы находим объем. Он равен произведению длины на ширину на высоту. То есть корень из двух на два на корень из двух на два на один. Ответ получается 1,2.